Самые ядовитые любовные союзы знаков зодиака. Поначалу они могут обожать друг друга, но потом начинается жизнь. Даже в отношениях между двумя любящими людьми иногда прорастает трещина, и это случается из-за того, что они просто не подходят друг другу. Совместимость – это, прежде всего, понимание и признание потребностей друг друга. Люди, находящиеся в отношениях, могут соглашаться и не соглашаться в самых различных вопросах, но, как бы то ни было, важно с уважением относиться к решениям партнеров. Есть знаки зодиака, сочетание которых может быть довольно токсичным. Обратите внимание на эти шесть комбинаций. Лев и Рак. Встреча этих знаков вряд ли может закончиться чем-то хорошим. В то время как Раки ожидают, что их связь с партнером окажется глубокой и душевной, Лев пребывает во власти постоянной неуверенности, которая разрушает его любовный настрой. Крайняя эмоциональная вариативность Льва, моментальный переход от заботы к излишней критичности, отпугивает партнера. Раки, будучи людьми мягкими, принимают все это близко к сердцу, а вспышки днева, которые они используют в качестве своего защитного механизма, сводят отношения на нет. Козерог и Водолей. Козероги и Водолей известны своей решительностью, и именно эта черта притягивает их друг к другу, а также разводит по разные стороны. В то время как Козероги готовы вкладывать всего себя в любовный союз, Водолеи управляют отношениями как практики. Такая диспозиция превращает Водолея в доминирующую сторону отношений, а Козерога в сторону зависимую, которой приходится все время доказывать свою ценность. В конце концов их решительное намерение исправить друг друга с помощью пинков либо становится причиной жестокой ссоры, либо причиной ухода одного из партнеров, у которого просто не выдерживают нервы. Дева и Близнецы. Вы либо проживаете жизнь в мечтах, либо занимаетесь практическими делами. Именно поэтому долго сосуществовать рядом эти два кардинально отличных мировоззрения не смогут. В то время как Близнецы являются натурой мечтательной, Девы – эмоционально отстраненные персоны, пытающиеся найти практические пути решения для любых вопросов. Их отношения не имеют шансов на успех, так как Девы в трудные времена просто могут уйти, оставив Близнецов с разбитым сердцем. Проще говоря, Девам надоедает, что Близнецы предпочитают прятаться от проблем в коконе своих фантазий, в то время как они работают над тем, чтобы действовать практически. Весы и Телец. Они подобны зеркалам. Представители этих знаков очень похожи, они обладают даже какой-то симпатической связью. Оба не просто любят, а обожают друг друга, поэтому даже мысль о разлуке кажется им невыносимой. Поначалу эти знаки наслаждаются отношениями, но позже они начинают просто задыхаться. Упрямство Телца и отчаянное желание весов все время быть правыми заколачивают последний гвоздь в крышку гроба их отношений. Они хорошо знают и понимают друг друга, но просто не в состоянии удовлетворить все требования, которые оба предъявляют в этом союзе. Скорпион и Рыбы. Это смертельная комбинация, так как оба знака отличаются чрезвычайной эмоциональностью и подозрительностью. Когда дело доходит до выражения любви, Скорпионы впадают в настоящее безрассудство. Огонь страсти со временем сжигает все, оставляя кучу пепла, которую можно только оплакивать. Рыбы вживут в своем космическом мире, а подозрительный Скорпион постоянно душит, постепенно разрушая любовь и доверие. Стрелец и Рак. Эти два знака зодиака не то что вступать в отношения, даже близко не должны подходить друг к другу. В то время как Раки не могут дать однозначный ответ, стрельцы, выступающие в качестве претендентов на руку и сердце, буквально взрываются изнутри от нетерпения. Стрельцы стремятся обогнать саму жизнь, в то время как Раки, насколько бы сильно не менялся мир вокруг них, сохраняют спокойствие. Стрельцы больше ценят сексуальную связь, а Раки мечтают об установлении глубокого эмоционального контакта. И эта несбалансированность в конечном счете приводит к разрыву отношений. Друзья, независимо от того, верите вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы многое можете узнать из своего гороскопа, сформировать свою точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим! До новых встреч! Благодарим за просмотр!